МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте! Вы в спортивном клубе. С вами Горгий Аргян. И мы расскажем о самых интересных спортивных событиях недели. Главная тема программы – финал проекта чемпионат спортивного клуба «Лучшие из лучших». В решающей схватке встретятся мастер спорта по армейскому рукопашному бою Виталий Рогатин и мастер спорта по кудо Максим Комин. Герои программы – трехкратный олимпийский чемпион по вольной борьбе Бувайсар Сайтиев и рекордсмен книги рекордов Гиннесса по подтягиванию Николай Коклимов. Николай Федорович сегодня у нас в студии. Здравствуйте! Добро пожаловать! Николай Федорович, вы недавно установили рекорд. За 12 часов потянулись 4989 раз. Да. Вот вам 54 года. В октябре было. Да. Зачем вам это надо? Прежде всего я доказал сам себе, что я могу это сделать. И доказал молодежи, чтобы они стремились к этому. И били мой рекорд. К новым испытаниям готовы? Да. Мы предложили Николаю Федоровичу установить рекорд спортивного клуба. На наших глазах он будет подтягиваться на протяжении всей программы. Это чуть больше 20 минут. Специально для этого мы установили вот такое сооружение. Здесь есть турник. Николай Федорович, можете пока примериться. Исходя из того, какой результат сегодня покажет наш герой, он решит, будет ли пытаться бить рекорд Гиннесса в подтягиваниях за полчаса. Сейчас он в 543 раза. Если готовы, можете стартовать. Да. Николай Федорович стартовал. Следить за его успехом вы можете даже во время сюжетов. На ваших экранах только что появился счетчик. Стартуем и мы в финал проекта чемпионат спортивного клуба лучший из лучших турнира по смешным единоборствам. 8 лучших бойцов нашего региона из разных видов единоборств на протяжении двух месяцев выявляли сильнейшего и самый эффективный стиль. В итоге в финале встретятся мастер спорта по армейскому рукопашному бою Виталий Рогатин и мастер спорта по кудо Максим Комин. Кудо-финал оказался сложнее, чем я думал. Но тем не менее и здесь таких ошибок я больше не повторю. Сейчас от победы в турнире меня отделяет один бой. Бой из Виталия Рогатина. Он хороший физический, сильный боец. Мы с ним никогда не встречались. Ну, кстати, в клетке встречались наши жены. Год назад они выступали на турнире по пункте Тиона. И после турнира этого они обе забили меня. И вот несколько дней назад у нас родились дочки. И кто-то в своей семье сделает подарок. Думаю, это буду я. А Виталия подскажу другой подарок. Я знал, что могу выйти в финал. Я верил в это. Я одержал две победы техническим нокаутом. Соперники были очень непростые. Но каждому нашел свой ключ. Бой окончен. В финале я встречусь с Максимом Комин. На этом турнире он самый сложный соперник. Он опытный, разносторонний. У него очень хорошая поставлена ударная техника. У него раньше никогда не встречались. Последние две недели я очень импорно готовился к этому боец. Может быть, мастерства у меня не больше, чем у него. Но от воли к победе. Еще перед первым боем, когда мы с женой ждали ребенка, я сказал, что не могу проиграть на турнире. Сейчас у меня родилась дочка. Скоро финал. Хоть и соперник очень сложный, но я могу повторить эти слова. Я не могу проиграть. Диталий, справа от меня. Русская Россия по кубу! Мальчик спорта России! Максим Комин! 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 Я напомню, друзья, что этот поедитель влеза 3 раунда по 3 минуты. Я напомню, друзья, что этот поедитель влеза 3 раунда по 3 минуты. Армейский великолепажен воин кудо! Комин! 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 Перерыва партнера в тепло! И, во первую граунду в тепло! Хороший! Хороший бой! Бой, парнировки! Давайте, давайте! Не прекращайте поддерживать, ребят! Не прекращайте поддерживать! Время! Время и тегло! Я напомню, что у нас 15 секунд в портале! Не успел делать! Бой приходит в стоку! Садись и начинаешь! Бой продолжается! Давай сильнее! Семее! Семее! Не боись! Не боись! Не боись! Спасибо! Давай, Боже! Отсюда! Рука пошла! Рука! Я вступаю! Спасибо! Давай, Максим! Ратягивай! Ратягивай! Семей! Второй, Дракуй! Сердце! Семей! Здравствуйте! Что за брендик? Режье, приезжай! Семей! Давай! Давай, давай! Давай! Давай, давай! Ну, мы одни на руке! На тревоге, подерживаем! Не тревогай, brake! Время! 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 Первое место. Чемпионом проекта стал Виталий Рогатин. А теперь чемпионский поезд Сергей Александрович Маловаренко. Победитель турнира Виталий Рогатин. Армейский рукопашный бой. Мы благодарим его соперника Максима Комина за мужество. Он вышел на бой с температурой 38 и доказал, что большой мастер. Итак, проект чемпионат спортивного клуба «Лучший из лучших» окончен. А тем временем наш герой – рекордсмен книги рекордов Диннесса. Николай Коклимов на пути к новому рекорду – рекорду спортивного клуба. Николай Федорович, ну как вы распределяете силы? Силы? Очень просто. За два подхода делаешь 9-10 раз в течение минуты. И так на протяжении полчаса, иначе рекорда никакого не будет. Я надеюсь, что у нас в следующий сюжет добавит вам настроение, потому что в вашем деле, мне кажется, настроение очень много значит. Игроки Красноярского «Сокола» стали главными звездами высшей хоккейной лиги. Нападающий «Айнарс» пользователь Сергей Шестаков после победного матча за «Урелем» исполнили зажигательный танец «Сомбреро». Видео набрало на Ютубе около 10 тысяч просмотров и облетело все спортивные СМИ страны. Мы встретились с ребятами и помогли им пополнить репертуар. Давайте посмотрим. До матча с пензенским «Дизелем» день. Хоккеисты напряженно работают. На двоих из них особая нагрузка. От форварда «Файнарса» Подзиньша и Сергея Шестакова теперь ждут не только голов, но и шоу. Заложил традицию Шестаков. В матче с «Челметом» исполнил лунную походку Майкла Джексона. Да так, что зрители устроили хоккеисту овацию, уверяет, импровизировал. Нормально, настроение хорошее было. Порадовать зрителей захотелось. Почему бы и нет? Зрители приходят порадоваться, поболеть за нас. Сказать им спасибо этим танцам, я не знаю. Видео с танцами имело большой успех и у болельщиков, и у прессы. Сергея готовы поддержать и товарищи по команде. Но теперь к делу подойдут обстоятельные. Подумают над номерами заранее. А сейчас мы будем что-то продумывать, ставить какие-то сценки для того, чтобы зрителям было интересно. И они ждали окончания матча, ждали победу, что знали, что у нас будет какое-то приготовленное мероприятие или сценка для них. Чтобы помочь ребятам, мы пригласили их в танцевальную студию. Преподаватель Константин Торлецкий разработал для хоккеистов небольшой номер. Айнарс исполнял все движения так, будто окончил танцевальную школу. Сергею элементы давались чуть сложнее. Не мог развернуться из-за повреждения ноги. Но через час после начала занятия номер был готов. Интересный опыт. Я ходил на многие разные мероприятия, рисовал картины, еще какими-то другими занимался. Но на танце это впервые. Последний раз я танцевал, наверное, в детском садике. Танцор из меня никудышный. Это было интересно, это было фан. Профессиональные учители. И мы надеемся, мы завтра обязательно выиграем. И с Серегей Шостаковым покажем наш дуэт. В эти минуты Сокол встречается с Дизелем из Пензы. У ребят еще один повод, чтобы огорчить соперника. Тем более толк в этом они знают. В последних трех матчах на двоих забросили четыре шайбы. Я заметил, что Николай Федорович особо интересно смотрел сюжет про хоккей. Да, я люблю хоккей. Особенно хоккей, шайба. Я всегда играл в детстве, после школы. Хорошо, мы не будем вам мешать ставить рекорд. Мы пообщались с человеком, который все рекорды уже поставил. Героем нашей традиционной рубрики «Разговор» стал трехкратный олимпийский чемпион по вольной борьбе Бувайсар Сайти. Уже семь лет, как он завершил карьеру. Но создается такое ощущение, что он постоянно ищет себя. Мы поговорили с легендарным борцом о жизни после спорта. Я начну с вопроса, который уже долгое время меня мучает. Вы же готовились к своей пятой олимпиаде, к олимпиаде 2012 года в Лондоне. Я знаю, потому что мы с вами разговаривали. Но вот что пошло не так? Был не готов, значит. Олимпийские игры, это с кондачка не возьмешь. Это надо готовиться четыре года. Попытался. Не был готов, значит. Организм уже не позволил? Ну, ты знаешь, я не заморачивался на самом деле. Сам ты чувствуешь, наверное. Все не просчитаешь. Все не просчитаешь. Видно, такая судьба за это время, за последние годы, которые я вне спорта прожил. Мне комфортно. Нормально. Я думаю, что в спорте достаточно. Я чего добился, чтобы успокоиться. Вот. Да, мне никаких не осталось таких. Ночью не просыпаюсь, я никогда не думаю, вот бы я еще что-то выиграл. Я уже не помню даже, что я выигрывал. Знаешь, это уже было когда-то. Мне это уже неинтересно. Рассказывает, какие я выигрывал соревнования. Если кому-то интересно, вон написано в интернете, пусть посмотрят. У нас дома про борьбу не разговаривают. У нас слишком долго не было дома, мы были на этой борьбе. Поэтому, может быть, даже я чуть задержался в этой борьбе, знаю. Может быть, надо было раньше уходить. Чем сейчас занимаешься? Ой, у меня сейчас слишком активная жизнь пошла последние несколько месяцев. Вот. Участвую активно в общественной жизни Чеченской Республики. Вот. Официально и неофициально. Живу. Никогда не жил в Чечне, не жил на территории Чечни. Сейчас живу в Грозном. Работаю на госслужбе советником главы республики. Вот. Основной деятельностью занимаюсь развитием борьбы в лице президента федерации. Нуждалась чеченская борьба давно в настоящих борцах. Вот. Сейчас с моим именем связывают какие-то надежды. Сам пытаюсь поймать интерес в этом. Вам когда-нибудь предлагали пойти в Государственную Думу? Сейчас это модно, приглашать спортсмена. Ну, мне с 96-го года всякие разные вещи предлагают. То туда баллотироваться, то сюда. Люди всегда думают, что знают лучше меня, что мне делать. Политика вам не интересна? Мне очень интересна политика. Я до мозга костей политик. Знаешь? До мозга костей политик я. Я никогда не бываю вне политики. В семье, на улице, в ресторане. Вот сейчас с тобой. Это же мы с тобой делаем большую политику. Знаешь? А политику делать для того, чтобы устроить свою жизнь так у меня у меня и так устроена. Чего мне ее перестраивать? У меня все в шоколаде. Знаешь? Я живу с моей любимой матерью. Я живу с моей любимой семьей. У меня все есть. Любимая работа. Любовь близких моих людей. Все у меня есть. Куда-то стремиться даже иногда. Думаешь, заслужил ли я все это? Как я за это буду отвечать? Знаешь? Ну, к счастью, я избежал, знаешь, попадания в ненужные мне коллективы в какой-то мере. До окончания программы осталось не так много времени, поэтому не будем отвлекать Николая Федоровича, который набрал приличные обороты. И перейдем к заключительной теме. Стартовал горнолыжный сезон. Сотни красноярских любителей зимнего экстрима заполонили склоны. Но в поисках адреналина и острых ощущений не стоит забывать, что горнолыжный спорт – это опасное для здоровья и жизнеувлечение, если не следовать правилам безопасности. Горы не прощают ошибок как альпинистам и скалолазам, так и горнолыжникам и сноубордистам. Инспектор ГИБДД Виталий Белянин катается каждые выходные. Он – мастер спорта по горным лыжам. На Олимпиаде в Сочи был судьей на трассе. По опыту знает, как и на автодороге, на склоне нужно всегда быть начеку. Безусловно, можно сравнить управление автомобилем и катание на горных лыжах. Есть также агрессивная езда на лыжах, так же, как и водители у нас ездят. Есть, к сожалению, есть. В нетрезвом состоянии так же на склон выходят люди. О более незначительных нарушениях и говорить нечего. Прямо посреди трассы отдыхает группа сноубордистов. Грубое нарушение правил безопасности. Виталий ей оштрафовал бы, да нельзя, сделал замечание. А вот сноубордист приблизился к коллеге на максимально опасное близкое расстояние. Любая заминка и столкновения не избежать. Знаки и маркировки на трассе, как и на автодороге, тоже указ не для всех. Инструкторы говорят, чтобы кататься без последствий, нужно в первую очередь уважать других лыжников и сноубордистов. Самое главное помнить о том, что кроме тебя еще есть другие люди, которые катаются на лыжах. И тоже, возможно, плохо, как и ты. И могут не справиться с лыжами, и создастся такая ситуация, что будут столкновения, падения. На каждом склоне дежурят спасатели. Проверяют качество трассы, ведут разъяснительную работу, патрулируют склон. Но от беды невнимательных спортсменов и спасатели могут не уберечь. Самое главное – это несоблюдение правил безопасности, невнимания на трассах. Вот, допустим, стоит знак «Перещение трассы». Человек отнесся к этому халатно, так же, как на дороге. Взбивают друг друга, ломают ноги, руки. 9 лет назад Виталий получил разрыв крестообразных связок. Сзади врезался сноубордист. Восстанавливался полгода. Теперь на склоне следит не только за собой, но и окружающими. Однако уверяет, год за годом культура поведения на трассах неуклонно растет. Так, время нашей программы практически истекло. Николай Федорович, уже можно подводить итоги. Вот режиссер мне подсказывает, что вы потянулись 334 раза. Новый рекорд нашей программы. Скажите, вы будете штурмовать рекорд книги Диннесса за полчаса? Да, но темп тренировок должен быть интенсивнее намного, чем за 12 часов. Что ж, будем ждать. Это был «Спортивный клуб». Не пропустите следующий выпуск, и вы узнаете о спорте больше. Занимайтесь спортом, все друзья. Будьте здоровы! Удачи! Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова